Отопительный сезон в Чебоксарах и Новочебоксарске прошел в штатном режиме, сообщают в ПАО Т-Плюс. На теплотрассах не было аварии и отключений. Это результат качественной подготовки станции и теплосетей к зиме. Всего в графике ремонтов в этом году 22 единицы генерирующего оборудования. Жители двух городов подготовку к новому отопительному сезону уже почувствовали. Были проведены гидравлические испытания. В рамках подготовки оборудования к работе уже по 17-18 годов на электростанциях филиала уже выполнен ремонт 9 единиц основного оборудования, котлы-турбины. В целом мы планируем в 2017 году отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования. Это 10 турбин паровых и 12 котлов. В этом году подготовка объектов филиала Т-Плюс ведется в рамках общей программы «Реконструкция-2017». Она направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для жителей. Теперь стандарты проведения диагностики сетей летом, выполнения ремонтных работ ужесточены. Кроме того, предполагаются дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения. Серьезные опасения вызывают долги потребителей перед энергетиками. В Чебоксарах и Новочебоксарске долг за тепло 1 миллиард 300 миллионов рублей. Жители задолжали 37 миллионов. Из этих миллиард 233 больше 250 миллионов рублей – это задолженность банкротных управляющих компаний. То есть те денежные средства, которые уже будет достаточно сложно получить. А в городе Чебоксары, конечно, есть и хорошие управляющие компании, у которых с просрочкой дает 1-2 месяца. Но есть управляющие компании, у которых действительно очень большие суммы накоплены. Например, реал и люкс – порядка 100 миллионов рублей и задолженность там уже больше года. В летнее время ожидаются денежные поступления и возможность снижения дебюторской задолженности. Кроме того, сейчас проводится акция «Весна – тают пени». До 30 мая все жители Чебоксара и Новочебоксарска, оплачивающие отопление и горячее водоснабжение непосредственно в Т-плюс, могут погасить имеющуюся задолженность без взимания пени. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.